Вот здесь. Ему по плечу очень многие проблемы. Ну, во-первых, почему? Потому что мы поговорим немножко о биохимии. Чтобы вы поняли, а почему по плечу такие проблемы этому растению? Значит, ну, во-первых, как врач общей практики, конечно, это ноотроп. Ноотроп. Это средство, которое улучшает... Это антигипоксан. Средство, улучшающее функции головного мозга. Помните такие препараты, которые обычно назначаются неврологами? Это ноотропил, пироцетам, фенотропил. Ну, их же с ним. То есть препарат сравнения в эксперименте, чтобы выявить ноотропные свойства сабельника, препарат сравнения в эксперименте это пироцетам. То есть практически равен или превосходен. Это уникально. Это, конечно, уникально. Дальше мы говорим о том, что это препарат, который обладает антикоагулянтными свойствами. Только сейчас с вами об этом поговорили. За счет чего, за счет каких групп биохимических элементов в нем проявляется это качество? Кумарины. Вот это качество кумарины, которое, значит, ну, я думаю, здесь еще есть не только это качество, но еще сами пептиды. В эксперименте проявляется не только кумарины, но и действия, значит, как на антикоагулянтный процесс, но еще и, значит, концевые остатки пептидов. А пептиды, аминокислоты, которые содержатся в сабельнике, это уникальные совершенно. Ну, во-первых, это аспарагиновая кислота, аспарагиновая кислота, это глютаминовая кислота, это пролин, это лизин, это лейцин. Вот эта вся группа, и глицин. А дело в том, что вся вот эта группа аминокислот, она расположена таким образом, что влияет на, ну, как бы это больше научный, конечно, аспект такой понимания, на самосборку фибрина, то есть на самый конечный участок вот этого процесса образования фибрина, который сгущает кровь. Здесь как раз вот, как раз мы имеем участок вот сборки, самый последний, когда концевые остатки вот этих аминокислот участвуют как антикоагулянты и дают достаточно выраженный эффект разжижения крови, тетучести крови. То есть в эксперименте очень серьезном, значит, было установлено, что влияет еще на диссиминированный синдром. То есть нет, вот почему гепарин здесь от двух до шести часов кровь держит обычно гепарин и обладает свойством, скажем, отрицательным, это как раз вот сосудистые, все вот эти противоположные действия, склонность к кровотечению, правило бумеранга так называемое, способно вызвать кровотечение. Когда воздействие на ДВС, диссиминированный синдром сверху, это очень все серьезно. Сабельник здесь не обладает таким свойствами. Это данные очень серьезных научных работ. Поэтому здесь еще и вот такое действие замечательное. Значит, что еще? Что еще? Содержит большую группу флавоноидов. Значит, это еще перед этим обязательно комментарий, чтобы вы поняли, что сабельник у нас, являясь с одной стороны кровоостанавливающим средством, мы можем употреблять при желудочных кровотечениях, при геморроидальных кровотечениях. Мы можем говорить о неспецифическом язвенном колите даже. Мы говорим о таких серьезных заболеваниях, как рак желудка, рак кишечника, полипозы. То есть вот эти такие грозные заболевания. Одновременно обладают свойством еще быть антикоагулянтом. То есть очень хорошо именно работают элиофизаты, работают водные вытяжки, работают отвары, очень хорошо работают, вот как форма лекарственная. Все конкретно мы с вами будем разбирать более детально. Сейчас вот мы об этом проговорили, как бы об общем терпевтическом его значении. Дальше мы говорим о флавоноидах, которые содержатся в сабельнике, которые дают возможность быть ему антикагу... Не просто антикагу, извините. Дают возможность быть антиоксидантом. Антиоксидантом, более того, группа, представленная в сабельнике болотом. Она очень, очень достаточно широка. Ну, во-первых, это рутин, это тверцетин, это декверцетин, лютиолин. То есть, знаете, это настолько, настолько такая серьезная группа, даже декверцетин. Самая такая высокая форма, скажем, антиоксиданта. То есть, практически препараты из сабельника болотного могут гасить синглетный кислород в клетках, пожар в клетках. То есть, очень высокий уровень антиоксидантной активности. И работает, как возможный доктор в лечении, скажем так, не просто в лечении, а работает, скажем, в биохимии, контроле перекисным окислением липидов. Вот как. То есть, это очень-очень серьезная заявка. Значит, мы с вами говорим о гиперазиде еще. А гиперазид у нас, помните, мы очень когда с вами разбирали масло зверовое, сам зверовой, как растение, то есть, составляющий гиперазид. Что такое гиперазид, вы уже знаете. И качество растения, которое несет, опять, гиперазид, что-то кто-то не понимает, глютиорин, ставьте вопросики себе, дома домашнее задание еще. Или зададите мне вопросы, потом, если на что-то не найдете ответа. Что еще? Умбифилирол. Что такое умбифилирол? Это компонент, который находится в очень многих травах, которые обладают ярко выраженным противовоспалительным свойством. Мы такую траву особенно с вами разбирали с самого начала. Это ястребинка. Помните, ястребинка волосистая, которая является одной из любимейших трав американцев, лечения ОРЗ, ОРВИ. То есть, особенно работают вытяжки спиртовых и, скажем, излечения свежего растения. Очень хорошо работает умбифилирол. Так что, если вот это вещество есть, мы с вами имеем очень высокий индекс противовоспалительной активности. То есть, поэтому все желудочно-кишечные заболевания, это заболевания бронхолегочной системы, это заболевания гепатобилиарной системы, вот так работают в эту сторону вот эта составляющая сальминка. Фенол уровень, высокий уровень фенолкарбоновых кислот. Это участие в различных процессах, в том числе и противоопухолевых. Значит, большое количество органических кислот. Это лимонная, яблочная, янтарная кислота. А мы с вами говорили, помните о коэнзиме обихиноне? Мы говорили, что это цикл Крепса. По этому циклу работает клетка человеческого организма. И если цикл Крепса у нас что, не срабатывает, не работает в полную силу, то есть появляются устойчивые блоки ферментной системы у человека. И заболевание переходит в очень серьезную хроническую форму. Когда вернуться, уже можно только восстановив, только именно метаболизм на самом высоком уровне. То есть вернуться, восстановив цикл, клеточный цикл Крепса. Значит, именно в сабельнике содержится часть этих кислот, которые участвуют как раз в этом цикле. Это, значит, у нас яблочная, это у нас с вами янтарная кислота. Так что янтарная кислота вы знаете. Янтарная кислота – это противоопухолевая активность, работа с сердечно-сосудистыми заболеваниями очень серьезная. Так что вот тут здесь все представлено. Здесь что у нас еще с вами? Кофейная кислота, коричная кислота, кофейная кислота, которые сами по себе имеют тоже в синтезе с другими микроэлементами, витаминами, биохимическими компонентами, очень высокий тоже индекс противовоспалительной активности. 28 практически макро-микроэлементов. Калий, кальций, железо, магний, фосфор, составляющие и, что самое важное, селен. А селен, содержащие травы, селен, кстати, был обнаружен совсем недавно. Это один из экспериментов показал, что есть селен в достаточно, скажем, высоком уровне. А мы говорим о том, что селена, нехватка селена может вызывать очень серьезные заболевания. И если мы даем какую-то форму синтетическую, скажем, 6-ти валентную, 4-х валентную селена, аптечную форму, мы можем часто вызывать эти заболевания, потому что эти формы, значит, 6-ти, 4-х валентную селена бывают, именно канцерогены. Они, значит, могут накапливаться и вызывать, наверное, все проблемы, от которых мы пытаемся избавиться. Так вот, селен, находящийся в сайбернике, это 2-х валентный селен, органический селен, который, если в какой-то степени может, допустим, каким-то образом вдруг попадет больше в организм, ну, выведется с продуктами распада, с мочой, с потом, то есть его накопительного действия не бывает просто абсолютно по определению, быть не может. Здесь нам можно вспомнить работу академика Ревича, который лечил рак, не только рак, очень многие заболевания, уникальный доктор, ну, по происхождению румынских еврей, а по месту жительства это Америка, в свое время, в годы оккупации фашистской Германии, потом приехал в Америку, где удивительно совершенно, вот, ведь веселый путь жизненный, в науке, в приеме пациентов, доктор-филантроп, это удивительный человек, конечно, и он как раз лечил большими дозами селена. То есть он говорил, что органической формой селена, он выделял из многих продуктов питания, лабораторно, доза селена превышала... Субтитры подогнал «Симон»